В этом году самую престижную выставку в России посетит более миллиона человек. И им есть где разгуляться. Более 120 тысяч квадратных метров площади, полтора десятка иностранных автопроизводителей, более 40 премьер, включая несколько мировых. В эти дни открылся московский международный автосалон. Несмотря на непростые времена для автопроизводителей, представлено очень много новинок. Остановлюсь, как мне кажется, на самом интересном. Китайскую компанию Doomfeng представлять не надо. Ее неплохо знают в России. На ее стенде представлен широкий модельный ряд. Во-первых, это седан премиум класса А9. Роскошный автомобиль удивляет внушительной длиной, превышающей 5 метров. А60 поменьше. Ну и он тоже смотрится солидно. Еще одна новинка – кроссовер АХ7. Автомобиль порадовал очень добротной сборкой. Комар носа не подточит. Снабжается исключительно бензиновыми моторами мощностью от 140 до 171 лошадины силы. Коробка передач пятиступенчатая механическая, либо шестиступенчатая автоматическая. Но привод только передний. Но основную ставку китайцы делают на компактный А30. Красивый автомобиль. Выглядит не хуже европейских или японских одноклассников. Кстати, у него завершается процесс российской сертификации. Скоро он появится на наших дорогах. Технические характеристики можно долго рассказывать. Поэтому я вам скажу, что она соответствует современным мировым стандартам. Этот автомобиль позиционируется взамен на С30 ДФМ в сегменте Б. Компанию Hyundai уже с полным правом можно назвать российским производителем. Ведь у нее под Санкт-Петербургом построен завод. А в августе там налажен выпуск автомобиля с поэтичным именем Кретто. Корейский дебютант подкупает приятным дизайном, продвинутой конструкцией, а также тщательной адаптацией к российским условиям эксплуатации. Здесь увеличенный до 4,6 литров бачок для стеклоомывающей жидкости. Есть подогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Привод передней, либо полной трансмиссии на выбор механика или автомата. Мы постарались сделать такой автомобиль, который подходил максимальному количеству потенциальных покупателей. Это может быть семейные люди, это может быть и автомобиль для одного водителя, это может быть автомобиль для молодой семьи. Российские и корейские специалисты проводили испытания на наших дорогах общего пользования. Результат этих тестов был учтен для составления опций, в том числе по безопасности и по комфорту. А раз он адаптирован для России, то будет точно популярен у наших автолюбителей. Не обошлось и без концептов, причем один из них наш. На выставке мы представляем беспилотное транспортное средство, разработанное совместной командой на МИКАМАЗ. Это транспортное средство способно перемещаться по объектам внутреннего использования. В нем установлены мотор-колеса, установлены батареи, разработанные нашими инженерами. В нем нету никаких органов управления традиционных, нет водительского места. Данный автомобиль взаимодействует через элементы технического зрения. Это радары, камеры, лидары. Даже самые простые автомобили становятся интереснее и технологичнее. Прогресс не остановить, несмотря ни на какие трудности. Это доказал московский автосалон.